МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского обзора основных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте! В Караганду приехали представители холдинга «Термофлекс», который занимается производством энергосберегающих трубопроводов. Методический центр «ЖАЗ-2012» взялся сделать досуг детей интереснее. Грин Технологи – это один из мощных проектов страны по выращиванию огурцов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем городе стартовала акция по приему граждан по вопросам получения государственной поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Продолжит Мирамгуль Салкинбаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в целях реализации посланий головы государства в здании Нур-Атан прошла встреча по разъяснению предпринимателям инструментов государственной поддержки. Всем известно, в нашем государстве реализуется большое количество программ, направленных на расширение предпринимательского потенциала. Одной из таких программ является «Дорожная карта бизнеса-2020». Программа, в которой предусмотрена новая система гарантирования кредитов, поддержка начинающих предпринимателей, которые могут выступить потенциальными участниками данной программы. На сегодняшний день данная программа зарекомендовала себя как наиболее состоятельной из этих программ. Вовлечен большой круг специалистов, в частности банки второго уровня, фонд ДОМУ, местные исполнительные органы. На сегодняшний день, в частности, по Карагандинской области уже профинансировано порядка 183 проектов в рамках «Дорожной карты бизнеса». Основной целью этой программы является создание и сохранение рабочих мест. По словам организующей стороны, целью акции является предоставление диалоговой площадки для граждан, представителей малого и среднего бизнеса с госорганами, институтами развития, обеспечивающими реализацию программы «Дорожная карта бизнеса». Во встрече приняли участие руководители областного филиала партии «Нуротан», а также представители местных исполнительных органов. Особенностью сегодняшнего мероприятия является тот факт, что конкретные предприниматели с конкретными вопросами приходят к нам в общественные приемы, для того, чтобы мы им помогли решить их насущную проблему на сегодняшний день. Как вы знаете, сегодня в государстве... Мирангуль Салкинбаева, Кайрат Рашид и Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В целях развития индустриального производства Казахстана в нашей стране выполняется большое количество работ. Карагандинский отдел по поддержке предпринимательства также рассматривает развитие производства в нашем городе. Сегодня в Республике Казахстан реализуется государственная программа по форсированному индустриально-индустрианному развитию. На сегодняшний день это является основная государственная программа по развитию предпринимательства в Республике Казахстан. Одним из ее главных инструментов реализации является карта индустриализации. В индустриальную карту внедрены 23 проекта, из них 19 используются в производстве. По словам начальника отдела по поддержке предпринимательства, как только эти проекты будут осуществлены, в производстве все инвестиции города будут сэкономлены на 35 миллионов тенге и будет создано около 80 новых рабочих мест. В рамках данной программы проводим информационно-растительную работу с целью привлечения предпринимателей, а также потенциальных предпринимателей к инструментам поддержки в рамках оказываемой государственной программы. По словам организаторов данной встречи, тем предприятиям, которые работают на благо государства, будет оказана государственная поддержка. В Караганду приехали представители холдинга «Термофлекс», которые занимаются производством энергосберегающих трубопроводов. На встрече с коммунальщиками и инженерами-проектировщиками города были презентованы новые трубы, отвечающие мировым стандартам, которые могут послужить отличной альтернативой традиционным стальным трубам. Международный холдинг «Термофлекс» специализируется на производстве теплоизоляционных материалов из пененого полиэтилена для инженерных коммуникаций. Сегодня представители крупной компании рассказали о теплоизолированных трубопроводах из полибутена для систем отопления, а также горячего и холодного водоснабжения. Вся продукция производится и поставляется из Голландии. Трубы, как поясняют представители холдинга «Термофлекс», соответствуют всем энергосберегающим и энергоэффективным параметрам. На сегодняшний день данные трубопроводы относятся к классу энергосберегающей конструкции, которые в совокупности всех дополнительных работ, а именно выкопка грунта, непосредственно прокладка остальных трубопроводов, являются дешевле на 30%, нежели стандартные и применяемые трубопроводы из стали. Между тем, принято решение разработать технические условия для применения таких труб в нашем городе. В нашей области имеются 12 исправительных учреждений. В них содержится свыше 6 тысяч осужденных. Из них более полторы тысячи привлечены к оплачиваемому труду. Все они проходят профессиональное обучение на предприятии «Янбек Караганде». «Янбек Караганды» – это республиканское государственное предприятие, имеющее 7 филиалов по всей стране, которое производит промышленную продукцию. Производственные цеха по металлообработке занимают площадь более 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время данное предприятие сотрудничает с такими крупными организациями, как корпорация «Казахмыс», компания «Абсолют Казахстан Билдинг». Проблема в том, что у нас, наверное, себестоимость продукции немножко выше рыночной. Это связано с тем, что у нас заказов мало. То есть все накладные расходы распределяются на этот маленький объем. То есть если было бы больше заказов, чем больше заказов, тем ниже себестоимость. Соответственно, ниже цена выпускаемой продукции. Данное обучение для заключенных организовано на базе 4 профессиональных лицеев в 8 учреждениях области. Согласно утвержденных учебных программ, срок обучения в правшколах зависит от специальностей. На базе филиалов профессиональных школ открыты и действуют компьютерные классы для заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. У нас 12 подразделений, в 7 из них у нас организовано производство. Ассортимент выпускаем продукции у нас сам разнообразный. Начинаем с швейной продукции, металлообработки, деревообработки, строительных материалов. Вообще основная цель – это привлечь заказы, потому что осужден должен работать. Завтра он выйдет в общество и нам с ним жить. И насколько он будет подготовлен сегодня, насколько он будет адаптирован к условиям уже на свободе, настолько завтра проблемы будут у нас. То есть если осужден работает, имеет какие-то навыки, он выйдет на свободу и будет работать. Первый карагандинский. Сделать досуг детей интереснее взялся методический центр «ЖАЗ-2012». Центр функционирует на базе Дворца детей и юношества. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Управление дорожной полицией ДВД области совместно с Управлением образования проводят мероприятия среди детей под названием «Добрый светофор». На протяжении 70 лет ДДЮ занимается организацией свободного времени детей, развития их творческих способностей. А сегодня он занялся и агитационной работой. С 26 июня по 2 июля по городу работает колонна автомашин дорожной полиции, которая озвучивает агитационный текст обращения к участникам дорожного движения. По статистике за последние 5 месяцев текущего года в нашей области зарегистрировано 26 фактов ДТП с участием детей. Четверо детей погибли и 26 получили травмы различной степени. В целях предотвращения подобных случаев организаторы принялись учить детей правильно вести себя на дороге. И торопиться не надо, все вы молодцы, и у нас сегодня побеждает только дружба. Данное мероприятие проходит в рамках акции «Неделя безопасности». По словам сотрудников управления, на сегодняшний день большое внимание они уделяют вопросам сохранения жизни и здоровья детей. Поэтому мы с управлением образования постоянно проводим мероприятия по профилактике детской дорожной трансформатизмы. И сегодня на базе 20 пионеров детей и юношества мы проводим данное мероприятие. Называется оно «Добрый светофор». В игровой форме, в виде эстафеты, в виде викторины мы общаемся с детьми, напоминаем о правилах дорожного движения. То есть, таким образом мы готовим наших будущих участников дорожного движения, сохраняя им жизнь таким образом. В проведении данного мероприятия активное участие принимает Карагандинский филиал Общественного фонда БД на транспорте Республики Казахстан. После проведения конкурсов в зале ДДЮ детям показали мультипликационный фильм «Приключения светофора» и его друзей. Наша задача им дома, на работе, дома, в школе, в летних каникулах постоянно должны напоминать, потому что они выходят, бывают, гуляют. И наши напоминания, изучение правил дорожного движения, она им помогает жить, вести себя в правилах на улице. И снова победа! Карагандинская делегация молодых талантов достойно выступила на восьмых республиканских Дельфийских играх. Одаренным детям оказали поддержку областной кемат и отдел внутренней политики. Почет карагандинским юным талантам! На этот раз Дельфийские игры проходили в городе Кустанай с 25 по 27 июня. За звание лучших боролись таланты со всей Кустанайской области – Астаны и Алматы. Среди них были и семь представителей нашего города, из которых четыре делегата заняли призовые места. По результатам игр сборная шахтерской столицы достойно представила Карагандинскую область на республиканском уровне и показала выдающиеся результаты. Из нескольких номинаций два таланта завоевали золотые медали, а остальные получили почетные дипломы. Два золота в Караганду привезли молодые таланты. Син Хан Сайлауф в номинации «Дамбра» и номинации «Изобразительное искусство» Дурмагомбетова Айша заняли первые места. Золотых призеров республиканских дельфийских игр теперь ждут соревнования на международном уровне. Правда, участие они в них примут только в будущем году. Сами же участники говорят, что игры проходили на должном уровне. Среди талантов Кустанайской области, хоть и трудно, но они оправдали надежды всего руководительного состава. Конкурс был сам по себе очень сложный, потому что все дети талантливые, и конкуренция большая. Спасибо им, что предоставили нам общежитие. Ну что ж, результат, конечно, радует. И, как отметили организаторы, с подобными показателями они возвращаются впервые. А мы надеемся, что таланты на этом не остановятся и продолжат достигать высоких вершин. Рома Гусалкинбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. С ноября прошлого года по апрель текущего в области проводился мониторинг общеобразовательных школ. По итогам анализа было обнаружено ряд проблем. Например, из 564 школ 7 находятся в аварийном состоянии, а еще 130 требуют капитального ремонта. Какие еще проблемы выявлены в сфере образования в нашей области, рассказали на специальном совещании, где побывал и наш корреспондент. Проблем, как показал мониторинг, немало. Здесь и нехватка педагогических кадров, и потребность в оснащенных кабинетах. Не во всех школах области имеется доступ к сети интернет. А в некоторых школах даже нет столовых, и учащиеся не обеспечиваются питанием. В основном это касается сельских малокомплектных школ. Сегодня было организованное совещание, где у нас приняли участие начальники отделов образования, городских отделов образования, а также управление образованием, где мы полностью имени ознакомили их с нормативно-правовыми документами в сфере образования, со всеми изменениями, дополнениями, а также с ходом мониторинга, где были выявлены проблемы. Особое внимание на совещании уделялось результатам единого национального тестирования. Всем известно, что в этом году контроль за проведением ЕНТ ужесточился. Вместе с этим и средний балл по области стал ниже, по сравнению с прошлым годом, более чем на 20%. И будут ужесточаться условия проведения ЕНТ. Поэтому вы должны просто на носа один у вас должен быть подходить, это качество образования. По итогам совещания были выработаны рекомендации по решению существующих проблем в сфере образования Карагандинской области. Green Technology – один из мощных проектов страны по выращиванию огурцов. Сейчас в теплице собирают летний урожай и уже готовятся к высадке семян нового урожая огурцов, который планируют собрать в конце августа. Морал Тукенова побывала в огуречной теплице. Инвестиционный проект To Green Technology Карагандинской области, включенный в карту индустриализации, осуществляется в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Предназначение теплицы – выращивание овощей методом малообъемной технологии. Преимущество предприятия не только в круглогодичной поставке свежей продукции, а именно теплица выгодно расположена рядом с источником теплоснабжения ТЭЦ-3, что удешевляет энергозатраты. На строительство теплицы потрачено около полутора миллиардов тенге. В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития АО «Каз Агрофинанс» профинансировало ТО Green Technology на сумму 874 миллиона тенге. Проектная мощность тепличного комплекса составляет 1725 тонн в год. За прошлое лето ТО Green Technology трех гектаров собрали 680 тонн огурцов. Вот эти огурцы выросли буквально за два месяца. Рассаду в теплице специалисты выращивают сами, используя семена российской фирмы. Здесь экономно используется вода для полива в виде капельного орошения. Система подкормки двухкисил углерода стимулирует процесс фотосинтеза и акселерации плодового развития растения, что повышает урожайность на 20-40%. За контроль климата полностью отвечает компьютер. В разных местах комплекса установлены 8 датчиков. Они сообщают процессору о показателях влажности и температуры. Поэтому, по словам агронома, огурцы качественные и экологически чистые. В этом году у нас внедряется, сейчас монтируется система увлажнения. То есть, лучше будет соблюдаться микроклимат в теплице. То есть, это повлечет за собой повышение урожая. Также у нас есть система досвечивания растений. И мы можем использовать эту теплицу круглый год выращивать растения. Значит, сейчас, на следующий год мы планируем перейти даже на 4 оборота в течение года, чтобы была действительно круглогодичная поставка овощей. Зимние морозы никак не влияют на работу тепличного хозяйства. Несмотря на непогоду за стеклом, предприятие держит тепло и выращивает свою овощную продукцию. Также стоимость огурцов, выращенных в теплице, Green Technology, на 20% дешевле рыночной цены. Овощи уже пользуются популярностью на прилавках городских рынков, как майкудукские огурцы. И стоят они по 135-140 тенге за килограмм, потому как исключаются посредники. Огурцами предприятие снабжает не только прилавки области, но и города, такие как Астана, Павлодар, Кукшетау. И даже часть товара отправляют в Россию. На нашем предприятии работают 50 рабочих. Мы ряд заключили договора с супермаркетами, социальными павильонами. Поставляем на рынки Караганды. То есть этим выполняем продуктовый поиск по поручению Акима области, безопасность нашей области. И в зимний период мы поставляем социальные павильоны по 280 тенге, что для наших горожан. Я думаю, когда на рынке 600-700 тенге, иногда и до 800 доходит, то есть мы свой рубеж 280 тенге держим. Стоит отметить, с этого года теплица запустила новый проект по выращиванию полевых цветов. Питуньи, которые украшают наш город, можно увидеть в центре Караганды. Также предприятие обладает такими потенциальными возможностями, как дальнейшее увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента овощной продукции. Так, например, планируется строительство новой теплицы по выращиванию помидоров и голландских роз. Она будет находиться рядом с теплицей Green Technology. Возведение здания будет вестись в три этапа и завершится к 2015 году. При выходе на проектную мощность в новом тепличном комплексе будет выращиваться в год 40-50 тонн томатов, более 500 тонн огурцов и 9 миллионов роз. Это обеспечит Карагандинский регион и Астану качественной овощной и цветочной продукции в период межсезонья. Есть план расширения тепличных комплексов еще на 24 гектара. До 2015 года мы собираемся поэтапно запустить поблочно по 3 гектара. То есть в первую очередь у нас сейчас идут томаты, потом опять же огурец, потом опять томаты. И мы расширим до 24 гектара. Морал Тукенва, Дмитрий Обрак, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Поделиться интересной информацией вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон»!